Как никогда большой объем работ. В этом году БИСК потратит на реконструкцию дорожной сети почти 100 миллионов рублей. В эту сумму входят капитальный, текущий и ямочные ремонты. Латать дыры в асфальте коммунальщики начали еще в марте. Тогда в ход пошли кирпичи. Затем работы продолжились уже с использованием горячего асфальтобетона. Сейчас настало время тяжелой техники. Новый асфальт появится на улицах Чайковского и Пугачева в границах от Матроссв до Социалистической. Кроме того, продолжатся работы по замене полотна на улице Мамонтово вплоть до поселка Новый. Еще один крупный строительный объект – это улица Шевченко. Там дорожники уложат свежий слой асфальта, организуют парковки и зеленые зоны. Также в этом году приведут в порядок участок около котельной номер 6. На перекопанную и плохо восстановленную дорогу положат бетонные плиты, которые сейчас находятся в парке Победы. Подрядчики на ремонтные работы уже определены, как и прежде, путем конкурсных процедур. Так, генеральным подрядчикам по ремонту дорог на улицах Чайковского, Пугачева и Пригородной стало Юго-Восточное ДСУ. Итоги конкурса по определению подрядчика, который зайдет на улицу Шевченко, станут известны уже на этой неделе. Ответим, что вместе с текущим продолжается и ямочный ремонт дорог. Ямочный ремонт. Хотелось бы его, конечно, быстрее сделать, но, к сожалению, финансовые возможности города на сегодня таковы, что скребем из последних сил, но все задачи по ремонту, по ямочному ремонту автомобильных дорог, это и поселок Сорокино, это и промзона, это и Севастопольское, все будет сделано. Все будет сделано. Вторую неделю тяжелая техника работает на улице Матросова. Там продолжается капитальный ремонт дороги. Сейчас грейдеры снимают остатки старого, изношенного покрытия и выравнивают поверхность. После завершения подготовительных работ рабочие приступят к формированию нового основания с помощью щебеночно-песчаной смеси, которую плотно утрамбуют катком. Завершающий этап – укладка асфальтобетонного слоя. В этом году будут использовать более дорогую марку асфальта для улучшения качества и большей сохранности покрытия. Положительный пример применения этой технологии уже есть. Такой щебеночно-мастичный асфальтобетон использовали при ремонте дороги на улице Волочаевской. Напомним, что на Матросово предусмотрен полный комплекс строительно-ремонтных работ. Согласно графику, завершиться они должны в октябре этого года. Отметим, что стоимость контракта чуть больше 43 миллионов рублей. И эта сумма выделена из денег, полученных по линии Наукограда. Дорожные работы в районе Треста продолжатся и в следующем году. Так, новое покрытие появится на улицах Можайского и Ломоносова. Кроме того, заготовлена проектно-сметная документация на участок улицы Ленинградской, где асфальтированной дороги вообще никогда не было. Такая концентрация дорожных работ на одном участке в течение последних трех лет объясняется необходимостью развития транспортной инфраструктуры в этом районе. О возможности проложить автобусные маршруты по улице Матросово говорилось уже давно. Отметим, что новая дорога позволит значительно разгрузить улицу Социалистическую.